Ура! Жизнь, я люблю тебя! Мам, пап! Что случилось? Сколько тебе дали? Не молчи, все плохо. Неужели тебе впервые не повезло? Да ты что, мам? Конечно мне повезло. Мне дали 10 миллионов. Что? Так много тебе еще не выпадало? Вот именно. С каждым годом все больше и больше. Пойду в школу. Надо перед всеми похвалиться. Но ты будь аккуратнее. Люди разные бывают. Да брось. Их злость и зависть ничего не изменят. Привет. Ребята, всем привет. Вижу, ты счастливая. Тебе опять дали много? Нет. Нет? Ой, нам так жаль. Неужели тебе придется впервые почувствовать, каковое живется нам всем? Нет смысла, мне не дали много. Мне дали просто дофига. Что? 10 миллионов, дорогие. Так что нет, жить как вы я не собираюсь. Но мы ведь все равно друзья, несмотря ни на что. Правда? Конечно. Мы тебя просто обожаем. Я знаю. Итак, сегодня к доске пойдет Николь. Николь, выходи, твое молчание не поможет. Профессор, у Николь просто нет слов. И что? Для решения примера у доски не нужны слова. Да, я полностью согласна. Николь, конечно, бедняжка. Но школу никто не отменял. Иди. Бет, зачем ты так? А что такое? Пусть отвечает. Подумаешь. Николь, приветики. Жаль, что ты сегодня получила два. Но ничего, ты сможешь все исправить в течение четверти. Ой, а это кто такой? Я Тим. Эм, парень Николь. Приятно познакомиться. Ты такой симпатичный. Ой, я что сказала это вслух? Ты вообще много говоришь. Видимо, у тебя есть слова. Да, и много. Чем ты сегодня будешь занят после школы? Николь, не мочи, пожалуйста. Ты ведь не корова. А ты забавная. Нет, я не занят. Николь, не смотри на меня так. И вообще, я тебя бросаю. Мне надоело встречаться с той, у кого нет слов. Я реально уже будто встречаюсь с коровой. Вечно мычишь что-то. Я все равно нифига не понимаю. Не волнуйся. Мычать я не буду. Буду ждать тебя в семь. Бет, ты отбила парня у Николь? Это правда? Как быстро разносятся слухи. Но я пойду с ним гулять. Вы видели, какой он красавчик. Это неправильно. А если в следующем году мне не дадут слов моего парня, ты тоже отобьешь? Нет. Он не в моем вкусе. Только из-за этого я тебя больше не узнаю. В детстве ты была такой милой. Что с тобой стало? Думаю, нам лучше не общаться больше. Ты серьезно сейчас? Твоя популярность в школе держится только на мне. Мне не нужна эта популярность. Мне была нужна подруга. Но ее больше нет. Тим, ты пришел? Конечно. Мы ведь договорились. Ну садись, расскажи о себе. Наконец-то можно нормально поговорить с девушкой. Это Николь за два года меня уже задолбала. Ты с ней уже два года? Бедный. И ей второй год не дают слов? Да, у нее в прошлом году был ноль. И сейчас вроде тоже ноль. Николь, что ты тут делаешь? Тим, я люблю тебя. Так у тебя есть слова. Скажи еще что-нибудь. О боже. Что? Она потратила свои последние слова на это. Ну ты и дурочка. Это правда? Это были все твои слова? На Маше да. Боже мой. Ты и вправду дурочка. Я ведь сказал, что бросаю тебя. Зачем ты мне в любви признаешься? Уйди. Отлично погуляли. Да. Может завтра повторим? Хорошо. А ты не будешь скучать по своей девушке? Нет. Я точно усвоила одну вещь. И какую? Я больше никогда не буду с тем, у кого нет слов. Это не для меня. Звучит цинично. Мне нравится. Хорошо, что у меня всегда много слов. Я бы не хотела тебя терять. До завтра. Мама, сегодня был лучший день в моей жизни. Я заполучила красавчика школы и... Бет, ты что-то говорила? Что ты делаешь? У тебя 10 миллионов слов. Не валяй дурака. Что произошло? Говори. Что? У тебя кончились слова? Но как такое возможно? Они ведь у тебя были. Сейчас я дам тебе пару тысяч. Хорошо, что родственники могут давать друг другу слова. Я не понимаю, что случилось. Мои слова... Они пропали. Господи, Бетти. Бет, тебя ждет Тим. Я не собираюсь идти в школу. Тебе надо. Может там ты найдешь подсказки про пажи слов. Он бросит меня, если узнает, что у меня и двух тысяч нет. Нет, значит ты не говори ему. И вообще никому, пока не узнаем причину. А я схожу в системный центр и попытаюсь разуснать что-нибудь там. Эй, привет. Как твои дела? Как спалось? Я решил зайти и проведить тебя в школу. Мне очень приятно. Дела хорошо. Расскажи лучше о своих. Ты была такой разговорчивой. Если бы я тебя не знал, мог бы подумать, что сейчас ты экономишь слова. Зачем это мне? У меня 10 миллионов. Просто я сегодня не в духе. Ну ладно, вчера я говорил с папой о тебе. Рассказывал, что я влюбился. И он хочет встретиться с тобой. Давай ты придешь к нам на ужин завтра. Да, хорошо. Сара, привет. Ты все еще обижаешься? Прости меня, ладно? Мне очень нужна твоя помощь, подруга. О, конечно нужна. Тим тебя уже бросил, да? А почему должен? Ты видела, Николь? Она так нарядилась. А еще она теперь говорит. Что? Но у нее же нет слов. Откуда-то у нее появились слова. И причем явно много, потому что она просто не умолкает. А еще она настроила против тебя уже половину школы. Это все очень странно. У Николь появились слова, а у меня пропали. Это не может быть совпадением. У тебя пропали слова? Да. Только никому ни слова об этом. Хорошо. А ну иди сюда. Полегче, сумасшедшая. Николь, почему ты говоришь, а? Ну вот так вот. Это настоящее чудо, не правда ли? Чудес не бывает. Вчера у меня пропали слова. Пропали? Какая жалость. Не строй из себя, дуру. Это ты каким-то образом их украла. У меня осталось всего полторы тысячи. Кто? У тебя почти нет слов? Тим, я... Да, дорогой. Видимо, она тебе врала. Николь, ты говоришь? Да, на самом деле у меня очень много слов. Просто я тебя проверяла, но ты не прошел проверку. Не верь ей. Она украла мои слова. Бет, мне все равно, раз у тебя нет слов, я не хочу иметь с тобой никаких отношений. Николь, дай мне еще шанс. Ну, я подумаю. Ты серьезно сейчас? Николь, зря ты все это затеяла. Ты заплатишь. Мама, ты выяснила что-нибудь? Да, кто-то взломал систему и перевел твои слова на неизвестный счет. Я знаю, кто это. Николь. Нужны доказательства. Без них никак. Какие? Телефон. Вероятно, с него выполняли перевод слов. Но как? Достаточно было выкрасть твой телефон и зайти в твою систему. Мой телефон при мне. Хотя вчера я не могла его найти несколько уроков. А потом он появился в сумке, хотя я там сто раз смотрела. Ну вот, укради телефон этой Николь. Эй, ободранка. Сэм, ты серьезно? Ты столько унижала нас всех за то, что у нас мало слов. Теперь мы будем унижать тебя. У меня украли слова. Я думала, мы друзья и вы поможете мне. Знаешь, даже если это правда и твои слова украли, это карма. Мы не станем тебе помогать. Николь заслуживает эти слова больше тебя. Да пошли вы все. Сара, ты с Николь? Да, Бет, прости. Я все обдумала и поняла, что ты плохая подруга. И мне такая не нужна. Но мы с тобой с детства дружим. Ты изменилась. Я тебя уже давно не узнаю. Та Бет, с которой я дружила, уже давно пропала. И ты променяешь меня на эту воровку? Слушай, может у тебя и не было никаких слов? Счет-то видеть нельзя. Может, ты всем врала? Что же мне делать? Я не смогу выкрести ее телефон в одиночку, а все отвернулись от меня. Даже моя подруга. Видимо, я не смогу доказать правду. Эй, Бет. Что тебе нужно? Бывшая лучшая подруга. Держи. Это телефон Николь? Ты, конечно, и вправду изменилась. Но, может, теперь ты все поймешь. Я надеюсь на это. Так ты врала? Да, ты все равно моя подруга. Что бы ни случилось. Просто ты запуталась. Спасибо, Сара. Я все исправлю. Вот телефон. Сейчас проверим. Да, с этого телефона были украдены ваши слова. Мы нашли следы. Чей он? Мои одноклассницы. Николь. Эй, вы видели? Тут полиция. Интересно, что им нужно? Николь Франчески. Вы арестованы и пройдете с нами. Что? Это глупости. Вы обвиняетесь в краже слов другого человека. Мы нашли улики на вашем телефоне. Вас будут судить. Ты сперла мой телефон? Как ты могла? А как ты могла думать, что если укродешь мои слова, то будешь жить безнаказанно? Так значит, Николь всем врала? Да, Тим. А тебе вернули слова? Да, как раз только что. Так ты придешь на мой ужин? Ты серьезно? Ты со мной только из-за слов. Конечно, нет. Пошел ты. Сара, погуляем сегодня, как раньше. Да, подруга. С удовольствием.